МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следует минимизировать и, конечно же, предотвращать разнообразные угрозы безопасности туристской деятельности. Очень важно это особенно в разгар отпусков и летних каникул. Сегодня в рамках эфира мы поговорим об обеспечении безопасности, которое предусматривает целый комплекс мероприятий. Обо всем об этом нам расскажет наш гость. Разрешите его представить. Это заместитель начальника службы общественной безопасности МВД, полковник милиции Нурлан Исмаилов. Нурлан Куромбекович, рада приветствовать вас в нашей студии. Конечно же, сейчас лето, разгар отпусков, летние каникулы всех наших школьников, студентов. И, конечно же, все ищут, как бы, так скажем, разнообразить свой досуг. Выезжают и, конечно же, в регионы для того, чтобы совершить какой-либо тур внутри Кыргызстана. Есть те, конечно, которые и уезжают за рубеж на отдых. Но мы, конечно, сконцентрируемся на тех людей, которые приезжают к нам сюда. Это туристы. И мы надеемся, что в этом году, даже несмотря на пандемию, да, несмотря на COVID-19, все-таки туристов в этом году прибавится. Потому что в прошлом году, конечно же, мы в этой сфере ощутили очень такой острый кризис. Расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день вы уже, так скажем, ведете статистику, да, сколько примерно туристов к нам прибывает? Здравствуйте еще раз. Да, несомненно, Кыргызстан является одной из туристических стран. К сожалению, в прошлом году из-за пандемии мы потеряли очень важную составляющую нашей экономики из-за отсутствия туристов. В этом году в связи чуть-чуть со сложившейся ситуацией, туристический сезон уже дал старт, объявлены, проведены ярмарки. И туристически объявлено, что Кыргызстан готов принять иностранных туристов. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности пребывающих в Кыргызской республике граждан у нас органы внутренних дел работают, как говорится, в обособленном режиме. В целом по республике у нас на сегодняшний день имеется более 500 курортно-оздоровительных учреждений. Это не только на Иссыкуле, это у нас по всей республике. Конечно, львиная доля этих учреждений у нас расположена на территории Сыкульской области. Наша республика сама, в целом, вся ее область является туристической, если так посмотреть, взять. Но основные туристы у нас приезжают в город Бишкек, и от Бишкека уже продолжаются их дальнейшие путешествия. В этой связи для создания удобств нашим иностранным гражданам у нас руководством Министерства в 2018 году было принято решение о создании туристической милиции на базе полка патрульно-постовой службы милиции. Тогда у нас целая одна рота была преобразована в туристическую милицию. Туда отбирались сотрудники с высшим образованием, все должности там у нас офицерские, ребята, девушки с высшим образованием, знающие, предпочтение, естественно, отдавалось знающим иностранным языком. То есть все сотрудники туристической милиции владели как минимум одним иностранным языком. По аналогии с городом Бишкеком, в 2019 году такие же подразделения были сформированы на базе патрульно-постовой службы УУДы и Сыкульской области, и наша вторая столица в городе Аше, тоже на базе отдельного батарея на патрульно-постовой службы. Была создана также туристическая милиция. В прошлом году в связи с преобразованием патрульно-постовой службы и воссоединением с управлением по обеспечению безопасно-дорожного движения по городу Бишкеку и созданием управления патрульной службы милиции по городу Бишкек, также туристическая милиция осталась в ее составе, но уже в составе управления патрульно-службы милиции УПСМ. И также предпочтение при отборе отдается лицам, нашим гражданам, изъявившим желание служить в данной службе, знающим иностранный язык. Ну скажите, пожалуйста, мы знаем, что туристическая милиция у нас была создана еще в 2018 году, да? С тех пор какие преобразования, какая трансформация была проведена? Потому что вот вы мне за кадром сказали такую прелестную новость о том, что все-таки сейчас наша туристическая милиция уже патрулирует по городу на электробаках. Ну это же вообще прекрасная новость, это можно сказать в ногу со временем, это и экономично, и экологично в том числе. Да, несомненно. Отличительной чертой сотрудников туристической милиции в целях выделения от общего количества наших сотрудников органов внутренних дел в первую очередь была их неоформленная одежда. В первоначальных подразделениях она была темно-синего цвета. Ну давайте для того, чтобы наглядно все это показывать, мы лучше пригласим в нашу студию. И я привел с собой сотрудников, представителей нашей данной службы. Двое прекрасных молодых людей. Вот это у нас наша прекрасная девушка и молодой человек, который несет службу в патрульно-постовой, в управлении патрульной службы милиции. Изначально была вот такая форма, темно-синяя. Отличительной чертой был нагрудной жетон туристическая милиция. Сейчас в данном случае жетон чуть-чуть видоизменен в связи с преобразом управления патрульной службы милиции. Но на Иссы-Коле пока пользуются первоначальным жетоном. Он такой продолговатой формы. Там с двух сторон изображение двух снежных барсов и надпись «Туристическая милиция». В настоящий момент управление патрульной службы милиции, туристическая милиция в ее составе также остается. Для пеших патрулей у нас остается такая же темно-синяя форма, белый верх, темно-синий низ, жетон отличительный, восьмигранный, с надписью «Милиция нын, айгул, козмато» и «Туристик милиция». Естественно, номер. И также, как вы уже подчеркнули, у нас с недавнего времени появились электроскутера, которые также осуществляют патрулирование в общественных местах, в основном в центре города и в местах возможного пребывания иностранных туристов. Сотрудники, несущие службу на электроскутерах, имеют вот такую форму одежды. Это темно-серые штаны, удобная обувь и белый верх. Также жетон на грудной, туристическая милиция, восьмигранник. И у каждого у нас сотрудника имеются вот такие видеотрикеры, которые фиксируют каждое движение сотрудника милиции. То есть, по окончании службы вся видеозапись данных трикеров снимается и анализируется, сколько времени сотрудник работал, с кем общался, какие были инциденты. Все это дает пользу при дальнейших разбирательствах. А эта вся система, она, точнее, систематизирована для того, чтобы можно было в онлайн-формате, конечно же, отслеживали. Не в онлайн-формате. По окончании службы они снимаются и сдаются в дежурную часть. В дежурной части они ставятся на зарядку, и во время зарядки вся информация с него снимается в базу данных. Ну, я заметила, что это максимально удобная, комфортная, конечно, форма, и было бы прекрасно, если бы разрешили всем нашим представителям туристической милиции находиться в особенно удобной обуви, может быть, даже в кроссовках, потому что бывают моменты, когда необходимо оперативно среагировать на определенную ситуацию, и, конечно же, такая обувь была бы только в помощь. Такие же электроскутера сейчас направлены в Иссыкульскую область. Они будут нести службы в городе Челпаната, непосредственно в Бостыри, Челпаната и в городе Каракол. А сколько планируете приобрести все-таки электроскутеров? Потому что это, на самом деле, очень отличная инициатива для того, чтобы можно было бы и оперативно реагировать, и при этом, конечно, ратовать и за экологию. Да, все это, конечно, очень хорошие вещи, но, как говорится, все упирается в финансы. По мере поступления финансов все оно у нас комплектуется, формируется, дополняется. В нашем министерстве сейчас все основные финансовые средства, все внимание направлено на укрепление управления патрульной службой милиции. На сегодняшний день, как вы отметили, 10, да? На сегодняшний день уже патрулируют по Бишкеку. И 5 скутеров сегодня, буквально вчера, направлено на Иссыкуль. На прошлой неделе у нас прошел на Иссыкуле гарнизонный разбор в честь открытия туристического сезона, где министром внутренних дел поставлена задача перед личным составом УУД и Иссыкульской области, об обеспечении общественного порядка безопасности соблюдения всех требований закона и вежливого обращения с гражданами. Ну, расскажите, пожалуйста, все-таки очень интересует тема с этими электроскоперами. Эффективность, как вы уже оцениваете на сегодняшний день? Ну, они очень эффективны. У нас уже положительные отзывы от самих сотрудников уже поступают. Они неприхотливые в использовании, очень экономичные, заряжаются от обычной сети, никаких затрат он не требует. Ну, электроскутура, они же все-таки достаточно сильно разгоняются. И даже в Москве был принят закон для того, чтобы в местах очень такого массового скопления людей, свыше 40 км в час, чтобы было запрещено ездить у нас в этом направлении, чтобы мы также могли обеспечить все-таки безопасность представителей туристической милиции. Есть ли какие-либо обучающие мероприятия для того, чтобы максимально все-таки в сохранности свое здоровье? Да, у нас на базе главного управления безопасно-дорожного движения есть специальная рота, где есть также, где там есть экипажи мотоциклетного сопровождения, где сотрудники нашего управления патрульной службы милиции проходят обучение по езде на двухколесном транспортном средстве по технике безопасности. Естественно, для них имеются определенные ограничения, скоростного ограничения. И сейчас очень много комментариев насчет шлемов безопасности для сотрудников милиции. Естественно, в целях безопасности в скором будущем будут закуплены шлемы для наших сотрудников. Отлично. Спасибо вам большое. И, конечно же, продолжайте обеспечивать безопасность всех туристов на территории Кыргызстана, чтобы наш туристический сектор только развивался и привлекал еще и еще больше иностранных гостей. Спасибо большое. Мы вас попросим. Пока. Продолжим нашу беседу. Расскажите, пожалуйста, вот кроме той трансформации, которую вы отметили на сегодняшний день, то есть это и форма, да, обличие, так скажем, представителей туристической милиции и приобретение электроскутуров, да, что еще изменилось? Потому что подходы, они же, конечно, должны меняться для того, чтобы наша страна стала еще более туристически привлекательной. Особенно в условиях пандемии хотелось бы узнать, да, вот этих мерах. Потому что все-таки мы говорим сейчас о третьей волне, да, и мы понимаем, что наш турсектор уже не переживет, да, еще один кризис в этом секторе. Конечно же, мы должны создать максимально безопасные условия. Наши сотрудники проходят обучение по санитарно-медицинским нормам, как соблюдать требования этих санитарно-гигиенических норм, специальные курсы по обучению иностранных языков, для совершенствования уже имеющихся навыков, также дополнительного обучения. Ну, все, как говорится, как я ранее уже сказал, все силы и средства брошены на развитие нашей доблестной милиции туристической. Ну, если говорить откровенно, при отборе данных сотрудников, когда первый раз начинался отбор в туристическую милицию, очень было много желающих наших граждан, знающих по два, по три иностранных языка, но шедших в милицию, да. Вот мы тогда... Для нас как-то это было чуть-чуть странновато. Они по нескольку лет работали за границей, работали в переводческих компаниях, фирмах, имели достаточно высокий, большой заработок. Это же должно истить. Да. Но они почему-то пришли в милицию, да. Вот иногда в первый раз, мы потом, конечно, привыкли уже, но в первый раз, когда пришли вот такие сотрудники, изъявили желание, такое рвение, работать в милиции, у нас был естественный вопрос, а почему вы идете в милицию? Знаете, как в милиции трудно, порой иногда бывает неблагодарно, ситуации бывают разные, но поражал всегда один ответ сотрудников, поступающих вновь на службу, это чувство патриотизма. У меня даже одна была одна, помнится, одна русская девушка была, я у нее спросил, спросил, почему вы идете в милицию, весь в милиции же, милицию же никто не любит, говорю, она так наглубаясь на меня говорит, но придет, настанет же когда-нибудь время, что нашу милицию начнут уважать и любить. Ну, если говорить откровенно, было же в прошлом году проведено исследование, согласно которому, индекс доверия, все-таки, представителям правоохранительных органов, она выросла, причем на несколько процентов, и, конечно, это не может не радовать, это все говорит. И требования нашего нынешнего министра, Ивана Мухановича, это повышение, как уже сказали, доверия населения к органам внутренних дел. Сейчас все силы и средства брошены на то, чтобы завоевать доверие населения. Сейчас наши законодательные акты, все наши кодексы направлены на то, чтобы приблизить органы внутренних дел к населению. Ну, скажите, пожалуйста, согласно статистике, все-таки с какими вопросами наиболее часто обращаются туристы к представителям? Ну, туристы у нас, как показывает практика, они особо так сами не обращаются. Наши сотрудники сами подходят к туристам, интересуются, общаются. В тот момент иностранные туристы с удивлением реагируют. Сперва у них появляется чувство страха, почему это полис подошел именно ко мне. Потом в процессе общения они выясняют, что сотрудник туристической милиции подошел в целях узнать, нужна ли им какая-нибудь помощь, не подсказать ли ему, как куда обратиться или куда пройти. После этого... Ну, бывают же такие случаи, когда у туриста, например, украли личные вещи, деньги. Тогда что необходимо первым делом сделать? То есть необходимо обратиться... Ну, в таких случаях у нас туристы все уже как бы уже по прибытию в нашу страну уже первоначально информируется. Это на въездах, на границах у нас разработаны специальные буклеты для иностранных туристов, куда обращаться, по каким номерам, контактным телефонам, по всех экстренаварийных служб там указаны, какие у нас предусмотрены ограничения законодательства, какие правонарушения, нарушения или проступки, какая ответственность имеется, вот такого типа буклеты, телефоны доверия. И там туристы уже изначально уже информируются в случае каких-либо посягательств на их безопасность, куда, по каким номерам обращаться. У нас туристическая милиция очень активно привлекалась на играх кочевников третьих в 2018 году на Иссыколе. Если вы помните, тогда был иностранный турист, который потерял рюкзак, где была достаточно внушительная сумма иностранной валюты. Он сотрудник туристической милиции нашел данный рюкзак и вернул владельцу, за что он был чрезмерно удивлен и рад. Какие еще такие уникальные, такие интересные были случаи? Поделитесь. Потому что это же все, конечно же, создает, так скажем, такую добрую репутацию о нашей стране. Все вспомнить, наверное, мы не сможем, но у нас есть сайт в инстаграме турист-полис, она называется, там вся информация о деятельности нашей туристической милиции там сложена, в иллюстрациях. И где наши иностранцы могут оставить свои отзывы, какую помощь все-таки оказали представители туристической милиции. Конечно, вот мы отметили, да, о том, что сейчас делается, но расскажите, пожалуйста, именно об усилении, да, так скажем, групп туристической милиции на Иссыкуле, потому что сейчас уже, когда водичка стала благоприятной, теплой, погода становилась солнечной, многие, конечно, устремились именно на нашу жемчужину. Да. На Иссыкуле, как я уже сказал, тоже есть туристическая милиция на базе патрульно-постовой службы милиции, которые также несут службу в туристических районах, это непосредственно на Иссыкульском районе, а также у нас Южный берег тоже в последнее время очень начал активно осваиваться туристами из-за своей природной особенности. И то же самое, вся наша половина сил, которые имеются там, обеспечивает безопасность на Южном берегу. Кроме этого, во всех курортных здравоохранительных учреждениях у нас приказом министра закреплены сотрудники милиции, которые отвечают за безопасность именно на территориях данных учреждений. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Нурлан Крамамбекович рассказали о некой трансформации, которая сейчас происходит, а именно в туристической милиции. Я надеюсь, что все представители, конечно же, будут должным образом обеспечивать безопасность наших граждан, и, конечно же, будут максимально информативны и вежливы, потому что именно это говорит о гостеприимстве нашей страны. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. А я отмечу для наших телезрителей, что на сегодня в гостях был Нурлан Исмаилов, он является полковником милиции, также заместителем начальника службы общественной безопасности МВД. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на Лафтону-24. Лафтону-24. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова